Сейчас я стою около садоводческого кооператива Яунема, местные жители которого попросили у меня помощи в борьбе с обнаглевшим князьком, имя которого Юрий Скубенич. Эта интересная личность довольно долгое время была председателем местного правления, но к сентябрю 2019 года накопила столько выдающихся заслуг, что перечислять их заняло бы слишком много времени. Достаточно сказать, что составленный местными жителями в сентябре 2019 года список включает в себе не только полное нежелание отчитываться за потраченные общественные деньги, немотивированные поборы, повышение членских взносов под девизом «Сколько скажу, столько и будете платить». Ну и такие экзотические вещи, как единоличное решение о предоставлении воды из общественной водонапорной башни избранным членом коллектива, подделку документов и манипуляции мертвыми душами. Сроки уже прошли, но мы узнали в 18-м конце, где изменен устал кооператива. Это самое основное, где он написал, что 65 членов кооператива пор то, что он руководил кооперативом, принимал все решения без общего собрания. Да, да, да. Это кощунственно. Подняли документы, мы все это видели. Это оттуда начинается весь бардак, потому что из-за этого мы не можем с ним совладать. Он делает подмену документов, пишет, что хочет, электронная подпись, он в последний момент, 23.59, он бац, кидает уже регистр, и все, у него документы готовы. Ужасные вещи, да. Плюс воду отключают вам туда электричество. Он сказал, пофиг, он вообще, он врет. И на ваши деньги еще судится, да. Ну, там это и дело. Казалось бы, в чем проблема? Плохой председатель, снять его и все дела. Но не тут-то было. 26 сентября 2019 года члены правления кооператива подняли вопрос о снятии Скубенича. А уже 29 сентября он пожарными темпами собрал сразу два внеочередных собрания членов кооператива. Главным вопросом, на котором было преизбрание Скубенича на пост председателя Ялныбы. Несмотря на то, что большинство собравшихся членов кооператива отказали Скубеничу в доверии и преизбрании, он остался на своем посту, продолжив стиль работы, поборы и преследования своих обидчиков, которым он переменно отключал то воду, то электричество. Более того, видимо, эти игры в демократию изрядно утомили Скубенича, и он, до юра уже не являясь ни председателем, ни членом правления, назначил на 28 декабря 2019 года очередное собрание по вопросу избрания нового правления. Естественно, что предложенный членом кооператива кандидатуры возглавил он сам и несколько его доверенных лиц. 32 из 36 собравшихся членов кооператива еще раз отказали в доверии Скубеничу и товарищам, проголосовав против по всем поднятым вопросам. Однако, уже 20 января 2020 года стало известно, что в регистре предприятий появилась запись об успешно проведенном собрании, на котором было избрано новое правление, опять с тем же Скубеничем. А дальше понеслась череда судебных дел, в которых Скубенич, щедро расходуя собранные у членов кооператива на его нужды деньги, активно защищал свое право дальше княжить над Яунейбой. Сама эта череда судебных дел достойна отдельного рассмотрения, поскольку на них выявилась неожиданная лояльность местных судебных властей Скубеничу. А что Олунская дума об этом говорит? Они сказали, что вы сами выбрали, вот сами, и с ними выбрали полиция, и дума, все органы, мы все... Здесь юридический отдел, пожалуйста, соберите членов кооператива. Он подделывает регулярно... Это мы уже знали, да? И мы с ним не можем справиться. Да, они же должны быть подписаны все членами кооператива. А в суде они смотрят только на бумаги. Если собрание не приняло другой способ голосования, то засчитываются только голоса «за». И он уцепился за эту фразу. Ему достаточно двух-трех голосов. Все. Он кто против, он их не считает. И не дает нам на собрании принять, как мы будем голосовать. Большинством. Он не дает нам этот закон сейчас для аферистов. Вот таким аферистом он фактически живет за наш счет. Однако к январю 2021 года Рижский окружной суд все же принял решение признать вышеуказанное самоназначение Скубенича незаконным. Впрочем, апелляция от княжеского адвоката не заставила себя долго ждать. И указанное Тягомотино может продолжиться еще долго. Пока же кооператив Яунеба избрал новое правление, которое обратилось к господину Скубеничу с законным требованием о передаче документов. Что же ответил бывший председатель? Поначалу он проявил себя талантливым бегуном, тщательно укрываясь от любых контактов с новым правлением. Когда же одному из его членов, Бригетти Гвилевой, удалось все же поймать бегуна и повторить свою просьбу о передаче документов, он, выражаясь юридическим языком, совершил на него нападение, нанесете лесные повреждения, после чего вновь скрылся. Гвилева, гвилева. А теперь Вишенка на торте. Сейчас Юрий Скубенич баллотируется Волмскую Кривую Думу вторым номером списки ЗЗС. Видимо, желаю расширить свои владения. В связи с этим у меня два вопроса. Первый. Собирается ли он в случае своего избрана практиковать на жителях края те же методы, что и на членах кооператива Ялниба? Второй. Является ли присутствие такого человека, как Скубенич, в списке ЗЗС проявлением официальной позиции этой партии? Или же это просто недосмотр местного партийного руководства? Он дерется. Сидит женщина, старенький человек, и он ей в прошлом году нахамил так, что это страшно произнести. Вот этот бардак бесконечный, и он будет дальше продолжаться. Да. Ужасно, ужасно. Почему мы без воды? Да. А он говорит, без воды пошел мне еще электричество. То есть она попросила, что насчет воды, а он отключил ей электричество, это то, что она пожаловалась немного спросить. Это то, что у каждого есть история. Как видите, тут очень много проблем, которых надо решать. Оланская дума не помогает, полиция обездействует. Поэтому надо будет своими силами разбираться в их проблемах. Поможем, чем сможем. Если есть другие корпоративы, у которых есть проблемы, обязательно мы приедем. Поможем, чем сможем. Я не думаю, что это единственное место, где такие проблемы. Поэтому будем стараться помочь людям, которые попали в такую беду.